Беседа 42-я После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Евангелие от Иоанна, 6-я глава, 1-4 стихи. Не надо, возлюбленные, входить в состязание с злыми людьми. Но научимся, если только это не повредит нашей добродетели, уступать место их злым наветам. Таким образом укращается всякая дерзость. Как стрела, попадая во что-нибудь упругое, твердое и противодействующее, с большей силой отскакивает назад на опустивших их. Когда же стремительность их полета не встречает противодействия, то скоро теряет силу и прекращается. Так бывает и с дерзкими людьми. Когда мы идем наперекор им, они еще более свирепеют. Когда же уступаем им и отстаем от них, тем легко укращаем их неистовство. Таким образом и Христос, узнав о дошедшем до фарисеев слухи, что он приобретает в себе учеников и крещает более чем Иоанн, отошел в Галилею, чтобы погасить в них зависть и своим удалением укоротить их ярость, которая, конечно, родилась в них от этих вестей. Однако ж, и удалившись опять в Галилею, он идет уже не в прежние места и пришел не в Кану, а на ту сторону моря. И за ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Какие знамения? Почему евангелист не говорит о каждом из них? Потому что этот евангелист заботится о том, чтобы большую часть книги наполнить словами и беседами Христа к народу. Вот смотри, в продолжении целого года, даже и в праздник Пасхи, евангелист не упоминает ни об одном чуде, кроме исцеления расслабленного еще сына у царедворца. Евангелист не о том заботится, чтобы все пересказать, это и невозможно было бы, но из многого и великого, только немногое. И за ним, говорит, шел народ, видя знамение, которое он сотворил. Это следование за Христом было делом не очень твердого убеждения. Иудеи увлекались более чудесами, нежели высотой учения, которые слышали. А это было признаком грубых душ. Знамение сказано не для верующих, а для неверующих. 1 Коринфянам 14.22 Но не таков был народ, упоминаемый у Матфея. А вот послушай, каков. Ужасались все об учении его, говорит Матфей, потому что он учил, как власть имеющий. Матфея 7.28 Но для чего Христос восходит теперь на гору и там садится с учениками? Для совершения имеющего быть чудо. А что, зашли на гору только ученики? Это вина народа, который не последовал за ним. Но не для этого только он восходит на гору, а и для того, чтобы научить нас всегда уклоняться от шума и народной молвы, потому что уединение способствует любомудрию. Впрочем, он часто и один восходил на гору и проводил там ночью в молитве, научая нас, что особенно приступающему к Богу должно удаляться от всякого шума и искать безмолвного времени и места. Приближалась же Пасха в праздник иудейский. Почему же он, скажешь, не идет на праздник? Но тогда, как все спешат в Иерусалим, отправляется в Галилею и не сам только, а ведет с собой учеников, а оттуда в Капернаум. Это потому, что он понемногу начинал уже отрешать закон, имея повод к тому в коварстве иудеев. Иисус возле дочи и, увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу. Здесь евангелист показывает, что он никогда не сидел с учениками без дела, но что-нибудь излагал им, вероятно, с особенной обстоятельностью, учил и привлекал к себе. Отсюда можно видеть, какое он имел попечение о них и как кротко и снисходительно обращался с ними. А они, сидя с ним, вероятно, смотрели друг на друга. Потом, воззрев, Христос видит народ, идущий к нему. Другие евангелисты говорят, что ученики, приступив к нему, просили и умоляли его не отпускать народ голодным. Матфея 14.15 и Лука 9.12. А Ян замечает, что Христос предложил об этом вопрос Филиппу. Мне кажется, справедливо и то, и другое, только происходило не в одно и то же время, но одно было прежде другого. Поэтому одно было так, а другое иначе. Почему же он спрашивает Филиппа? Потому что знал, который из учеников его наиболее требует научения. А это тот самый Филипп, который впоследствии говорил, покажи нам Отца и довольна нам. Ян 14.8. Потому Христос заранее наставляет его. Если бы чудо совершилось без предварения, то оно не показалось бы столь дивным. Но теперь Христос предварительно побуждает Филиппа признаться, что в пище скудость, чтобы, сознав, как велика была она, он тем лучше уразумел величие, имевшее совершить это чудо. И вот что Христос говорит Филиппу. «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Так и в Ветхом Завете Бог говорил Моисею, а совершил чудо не прежде, как спросил «Что у тебя в руке?» Исход 4.2. Так как события необычайные и неожиданно случающиеся, обыкновенно приводят в забвение предшествовавшее обстоятельство, то Бог предварительно срезал Моисея признанием настоящего положения своего, чтобы он, будучи потом поражен удивлением, уже не мог забыть того, что сам признал, и таким образом через сравнение одного с другим познал величие чуда. То же и здесь происходит спрошенное, Филипп отвечает ему, «Им на 200 динариях недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Что значит, испытывая его? Разве Христос не знал, что будет сказано ему Филиппом? Этого нельзя думать. Какой же смысл этого изречения? Его можно понять при пособии Ветхого Завета. Там так же говорится, Бытие 22.1.2 «И было, после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я, Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориах, и там принеси его вовсе сожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Но Бог представляется там говорящим это не потому, чтобы хотел через искушение узнать последствия, то есть будет ли ему повиноваться Авраам или нет, нужно ли для того, кто все ведает прежде, бытия их, Даниила 13.42. Но в том и в другом случае сказано человекообразно. В том случае, когда Писание говорит, что Бог испытывает сердца человеческие, Римлянам 8.27, оно показывает испытание, свойственно не неведению, а напротив совершенному ведению. И когда говорит «искушел», выражает не иное, что как «ведение совершенное». Можно иначе объяснить это. Именно что Бог делает человека через искушение более испытанным. И как тогда Авраама, так теперь Филиппа вопросом приводит он к точному уразумению чуда. Потому-то, чтобы ты, остановившись на простоте изречения, не пришел к какой-либо неуместной мысли о вышесказанном, Евангелист и присовокупляет. Ибо сам знал, что хотел сотворить. Притом, надо бы на это заметить, что как скоро могло быть какое-либо злое подозрение, Евангелист немедленно, с великим старанием устраняет его. И вот как здесь, чтобы слушатели не возымели такого подозрения, он присовокупляет ограничения, заметив, ибо сам знал, что хочет делать. Так когда сказал, что иудеи гнали его, ибо не только за то, что он разорял субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу, Иоанна 5,18. Евангелист и здесь прибавил бы от себя замечание, если бы это не было намерением самого Христа, подтвержденным делами его. Если Евангелист всегда предостерегает, чтобы кто не заподозрил слов самого Христа, то гораздо более он остерегался бы этого при изложении того, что говорили о Христе другие, когда бы замечал, что о нем держится ненадлежащее мнение. Но Евангелист в настоящем случае не сделал этого, потому что знал, что такова мысль самого Христа, и таково его непоколебимое определение. Поэтому, сказав, равным себя делает Богу, он не сделал никакого замечания, так как это не было их испорченное понятие, а мысль истинная, утвержденная делами Христа. Между тем, когда был спрошен Филипп, Андрей, брат Симона Петра, сказав, вот здесь у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки. Но что это для такого множества? Стих девятый. Андрей становится выше Филиппа. Но и он не совсем понял дело. Я думаю, что он и не просто это сказал, а потому, что слышал о чудесах пророков, о том, например, как Елисей совершил чудо над хлебами. Поэтому, хотя Андрей и зашел на некоторую высоту, но не смог достигнуть самой вершины. Отсюда же познаем мы, преданные сластолюбию, чем питались те великие дивные мужи. Обратим внимание на то, как скудно была их трапеза и по количеству, и по качеству пищи, и будем подражать им. Но последние слова Андрея показывают великую немощь, сказав, у одного мальчика здесь пять хлебов ячменных и две рыбки. Но что это для такого множества? Он думал, что чудотворец мог бы сделать только из малого малое, а из большого больше. Но было не так. Для Господа равно легко было из большого или меньшего числа хлебов произвести изобилие в них, потому что он не нуждался для этого в готовом веществе. Но чтобы не думали, что тварь чужда его премудрости, как впоследствии говорили клеветники, маркианиты, он для совершения чудес употребляет в орудие самую тварь. И так, когда оба ученика не знали, что делать, он тогда уже и совершает чудо. Признав предварительно трудное дело, они таким образом получали воле и пользу именно тем, что когда оно совершится, они тем более должны были познать силу Божию. Так как должно было совершиться чудо, которое творили и пророки, хотя не одинаковым образом. С другой же стороны, Христос перед совершением его имел намерение воздать хвалу Богу, то, чтобы ученики не впали в какую-либо немощную мысль. Смотри, как Христос возвышает чудо над всеми другими, самым образом совершения его, и показывает его отличия от чудес пророческих. Еще прежде, чем явились хлебы, он уже творит чудо, чтобы ты знал, что ему подчинено и несуществующее, как существующее. Как говорит Павел, нарицающее несуществующее, как существующее. Римлянам 4.17. Как бы уже готова была трапеза и совсем устроена, он повелевает народу немедленно возлечь, и уже этим возбуждает мысль учеников. А они, уже получив пользу от сделанного им вопроса, тотчас повиновались, не смутились и не сказали, что это значит. Как ты повелеваешь возлечь, когда еще ничего пред нами нет? Таким образом, те, которые вначале так мало имели веры, что говорили, откуда нам купить хлеба, те стали верить еще прежде, чем увидели чудо, и теперь охотно размещали народ. Но почему Христос перед исцелением расслабленного, перед воскрешением мертвого, перед украшением моря не молился, а здесь, над хлебами, это делает? Он этим показывает, что приступая к пище, нам должно воздавать благодарение Богу. С другой стороны, Он делает это обыкновенно в случаях не очень важных, чтобы ты знал, что Он это делает не по какой-либо нужде. А если бы нуждался в молитве, то скорее Он делал бы это в чудотворениях важнейших, но совершавший важнейшие чудеса своей власти, без сомнений и молитву совершал по снисхождению. Страница 281. При том же, тут было много народа, и его надлежало убедить, что Христос пришел по воле Божией. Поэтому, когда Он творит какое-нибудь чудо наедине, то ничего такого не показывает. А когда совершает чудо при многих, то чтобы они уверовали, что Он не враг Богу, не противник родившему Его, через возношение хвалы уничтожает такое подозрение. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики, возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Видишь ли, какое расстояние между рабом и Господом. Рабы чудодействовали, имея благодать, только отчасти, а Бог совершает уже с полным всемогуществом во всей обширности. Это не лишнее было доказательство чуда, но сделано было именно для того, чтобы не считали такого дела призраком. Для того-то и совершил он чудо из готового вещества. Но почему Он дал нести корзины не народу, а ученикам? Потому что хотел в особенности их научить, как будущих учителей Вселенной. А народ немного пользы извлекал из чудес. Он скоро их забывал и просил потом других чудес. Ученики же должны были извлечь немаловажную пользу. Это было немалым осуждением и для Иуды, который тоже носил корзину. А что это было сделано для научения их, видно и сказано впоследствии, когда Христос напоминал им об этом случае. Не помните ли, сколько корзин было? Матфея 16.9. По этой причине и число корзин с остатками хлебов было равно числу учеников. Впоследствии же, когда они уже были научены, остатков было не столько, а семь корзин. Но я дивлюсь не только такому умножению хлебов, но и при множестве их определенному количеству остатков. Он произвел их ни больше, ни меньше, а именно столько, сколько хотел, предвидя, сколько будет употреблено, что было делом его неизлагованной силы. И так, самые кроки остатки удостоверяли в действительности чудо, показывая и то, что это событие было не призраком, и то, что остатки остались именно от тех хлебов, которые народ ел. Что же касается до чуда над рыбами, то оно тогда было совершено из готовых рыб, а после, по воскресенье Христа, уже не из готового вещества. Для чего? Чтобы мы знали, что и теперь он употребил готовое вещество не по нужде, не потому, чтобы нуждался в основе, а чтобы заградить уста еретиков. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, к которому должно прийти в мир. Стих 14. О непомерное чревоугодие! Тысячи дел гораздо более дивных совершил Христос, и они не исповедали этого, а только теперь, когда насытились. Но из их слов видно, что они ожидали какого-то особенного пророка, потому что и крестители не говорили, не пророк ли ты? Иоанн 1.21. И здесь это тот пророк. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Увы, как преобладало в них чревоугодие! Какое было непостоянство в мыслях? Они уже не защищают закон, уже не обращают внимания на нарушение субботы, уже не ревнуют по Боге. Они бросили все, лишь бы только чрево было наполнено. Христос стал для них и пророком, они хотят поставить его и царем, но он уклоняется. Для чего? Чтобы научить нас презирать мирские почести и показать, что он ни в чем земном не нуждается. избравший для себя все у Бога и мать, и дом, и город, и воспитание, и одежду, не хотел славиться земными отличиями. Что имел он в небесах, то было славно и велико. Ангелы, и звезда, и отец глаголющий, и дух свидетельствующий, и пророки, издалека предвозвестивший о нем. А что было у него на земле, то все было уничиженно, чтобы тем более проявлялась его сила. Пришел же он и нас научить презирать мирское и никогда не увлекаться и не поражаться житейским блеском, но отвергая все это, стремиться сердцем к будущему. А кто увлекается здешним, тот уже не станет восхищаться небесным. Поэтому он и Пилату говорил, царство мое не от мира сего. Иоанна 18, 36. Чтобы не подумали об нем, будто он для внушения людям веры к себе употреблял страх и силу. Но как же пророк сказал, «Вот царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на сыне подъеремной» Захария 9, 9. Весь пророк говорит о царстве ином, небесном, а не земном. Потому-то Христос говорил так же «Слава, человеков не принимаю» Иоанна 5, 44. 282. Научимся же, возлюбленные, презирать человеческие почести и не желать их. Мы почтены величайшей честью, сравнительно с которой почесть земная поистине бесчестие, смех и шутовство. Как и богатство земное сравнительно с небесным, убожество. И жизнь эта бестой смерть. Оставь, говорит Христос, мертвым погребать своих мертвецов. Матфея 8, 22. Так и слава здешняя в сравнении с твою стыд и смех. Не будем же гоняться за нею. Если и те самые, которые воздают ее другим ничтожнее тени и сновидений, то тем более самая слава. Слава человеческая, как цвет на траве. 1 Петра 1, 24. А что может быть ничтожнее цвета травного? Но если бы слава земная была и долговечна, какую пользу могла бы она принести для души? Никакой. Она даже причиняет величайший вред, делая людей рабами, хуже невольников. Рабами, которые повинуются не одному господину, а двум, трем и бесчисленным, дающим различные приказания. Во сколько раз лучше быть свободным, нежели рабом, свободным от рабства людям, а рабом владычества Божия? Наконец, если хочешь любить славу, люби, но славу бессмертную, потому что она и блистательна, и пользы от нее больше. Люди велят тебе угождать им с ущербом для тебя самого, а Христос напротив, за каждое твое даяние воздает тебе старицею, незечную. Что лучше, на земле ли быть прославляемым или на небесах, от людей ли, или от Бога, совредом ли для себя или с пользую, увенчеваться ли на один день или на бесконечные веки? Ты подай нуждающемуся и не давай пляшущему, чтобы с деньгами не погубить тебе и души его. Через неуместную щедрость ты становишься виновником его погибели. И если бы плесаны знали, что их искусство останется без прибыли, то они давно перестали бы заниматься им. Но они видят, что ты рукоплещешь, бежишь к ним, ходишь в издержки и страчиваешь все достояние на них, поэтому хотя бы и не хотели продолжать своего дела, увлекаются однако желанием прибыли. Если бы они знали, что никто не станет хвалить их ремесла, то немедленно оставили бы свои труды как неприбыльные. Но когда видят, что дело их служит для многих предметом удивления, то похвала других делается для них приманкаю. Оставим же бесполезные издержки. Научимся, на что и когда должно издерживать свое достояние, чтобы не прогнедить нам Бога в обоих случаях и, собирая откуда не следует, и расточая на что не должно. Какого гнева не заслуживаешь ты, когда даешь деньги блуднице, но проходишь мимо нищего без внимания? И если бы ты давала от праведных трудов, и тогда не грешно ли было давать награду за порог и честь за то, за что следовало бы наказывать? Когда же ты питаешь свое сладострастье, ограбляя хирот и обижая вдов, то подумай, какой огонь ожидает дерзающих на такие дела? Послушай, что говорит Павел? Не только сами делает, но и делающих одобряет. Римлянам 1.32 Быть может мы уже слишком укоряем вас, но если бы мы и не укоряли, все же наказание ожидает неисправимых грешников. Что же пользу угождать словами тем, которые на самом деле подлежат наказаниям? Ты одобряешь прессунах? Хвалишь, посхищаешься им. И так ты хуже его самого, потому что он может извиняться бедностью, хотя и неосновательно, а ты не имеешь этого оправдания. Если я спрошу его, зачем он, оставив прочие занятия, обратился к этому презренному и непотребному, он скажет, что в этом занятии, трудясь немного, он может получить прибыли много. А если я спрошу тебя, почему ты восхищаешься человеком распутным, живущим на погибель других, ты не можешь прибегнуть к тому же оправданию, но принужден будешь поникнуть долгу, устыдиться и краснеть. И так, если нам, требующим от тебя отчета, ты не имеешь ничего откроется то страшное и неумолимое судилище, на котором мы должны будем отдать отчет и в помыслах, и в делах, и по всем. Какими отчами возрим на судию? Что скажем? Чем оправдаемся? Какое представим извинение, благовидное или неблаговидное? Издержки ли, удовольствие ли, или гибель других, которых мы губим, поддерживая их ремесло? Ничего нельзя будет сказать, но неизбежно подвергнемся казни, не имеющей конца, не знающей предела. Чтобы этого не случилось с нами, отчели будем всячески осторожны, и таким образом, по отшествии отсюда с благою надеждою, мы достигнем вечных благ, которые дополучим всем и благодати, и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.